здравствуйте вы смотрите проще говоря на телеканале арктик тв сегодня мы поговорим о бесплодии с александром валерьевичем беззалезным руководителем принатального центра здравствуйте александр валерьевич я думаю проблема бесплодия у женщин ну и также и мужчины так понимаю что тоже есть мужчины который этим страдает она актуальна насколько вообще остра эта проблема в мире в россии в нашем регионе да конечно вопросы бесплодия они давным-давно обсуждается и давным-давно стоят остро как в россии так и во всем мире по современным данным по различным источникам около 15 процентов семейных пар являются по той или иной причине бесплодные у них есть проблемы с репродукцией если мы говорим как вот вы затронули вопросы мужского и женского бесплодия то здесь с одной стороны хотелось бы хотелось бы сказать женщинам что пусть они не очень волнуются что все зависит только от них а мужчинам сказать что пусть они не сильно радуются что они всегда здоровы на самом деле все не так 30 процентов репродуктивных проблем зависит от женщины 30 процентов зависит от мужчины и тоже около 3 это совместные проблемы поэтому вопросы бесплодия конечно же всегда решаются совместно и акушером гинекологом и урологом а вообще насколько мужчины сейчас стали компетентны что они понимают о том что или не всегда в женщине проблемы ну на самом деле конечно первично акушер с проблемами репродуктивной функции приходят конечно к акушеру гинекологу и конечно же женщины и сейчас акушер гинекологи все больше и больше не боясь говорят что нужно сначала пройти обследование мужчине во первых потому что это намного проще во вторых потому что это намного быстрее и дешевле поэтому если мы отметаем фактор мужского бесплодия тогда уже непосредственно необходимо заниматься проблемами у женщины поэтому чем больше мы говорим и чем больше мы информируем наших пациентов наших будущих пациентов о том что есть телейные причины бесплодия тем скажем так мы решаем эти проблемы женщине когда нужно понимать о том что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем потому что насколько я знаю раньше было что если год не получается ничего забеременеть то нужно обращаться к врачу сейчас эти сроки как-то изменились на на самом деле вопрос очень хороший спасибо что вы его задали потому что сейчас надо четко понимать что лечиться от бесплодия годами это неправильно это неправильно это неэффективно это несовременно и так далее вы правильно говорите что если в течение одного года у семьи не получается зачать ребенка естественным путем то нужно задуматься о том что есть проблемы репродуктивного потенциала более того лечение бесплодия не должно превышать 6 месяцев полугода то есть как говорили как я иногда слышу что вот я лечилась несколько лет от бесплодия 234 года это конечно же неправильно сейчас так делать нельзя то есть течение полугода устанавливается диагноз течение полугода проводится консервативное лечение если мы не получаем эффективности этого лечения то мы конечно же прибегаем к помощи вспомогательных репродуктивных технологий которые сейчас доступны которые сейчас современные имеют очень высокую эффективность до 50 процентов и с помощью вспомогательных репродуктивных технологий мы решаем эти проблемы эффективно и быстро что самое главное но раньше мои ровесницы ездили все время в санкт-петербург которые решали такие проблемы потому что специалисты клиники были именно там сейчас жители мурманской области могут куда-то обратиться за помощью возможно вот в вашу клинику чтобы решить такие вопросы и вообще не откажут ли ну потому что вот тоже так страшно придешь скажут давай иди-то поликлинику куда-нибудь может еще что-то ну как понять что там на самом деле решение проблем бесплодия и репродуктивных репродуктивных проблем у мурманской области занимался занимается давным-давно центр репродуктивных технологий в клинике пирогова но год назад в рамках государственного частного партнерства правительства мурманской области и частного бизнеса был был организован центр репродуктивных технологий эмбри life мурманск это тот тот вариант когда бизнес и государство вместе решают социально значимые вопросы а если применительно к здравоохранению и к репродукции то мурманская область получила возможность предоставления высокотехнологичных дорогостоящих услуг репродуктивной медицины не затрачивая бюджетные деньги то есть вся суть государственно-частного партнерства то что взаимовыгодно решается проблема доступности определенного вида медицинской помощи для государства а бизнес получает возможность работы в системе обязательного медицинского страхования так вот сейчас мы говорим про центр эмбри life мурманск он работает уже чуть более года и работает он в рамках омс обязательного медицинского страхования то есть все пациенты могут обратиться туда бесплатно вас получить консультативную помощь и все циклы и коп которые проводятся тоже идут в рамках обязательного медицинского страхования это на базе перинатального центра или это где-то отдельно значит нужно понимать что это частный центр перинатальный центр предоставил площади для аренды вот и находится он да для удобства наших пациентов на площадях женской консультации перинатального центра это было сделано не не случайно именно для того чтобы была преемственность между ну скажем так репродуктивными технологиями и потом наблюдением беременности после после вспомогательных репродуктивных технологий именно в женской консультации то есть вот такая своеобразная цепочка от начала решения проблем зачатия до получения уже здорового ребенка и наблюдения в женской консультации а вот по поводу того что как обратиться нужно ли мне идти к какому-то врачу сначала чтобы к вам направляли допустим или просто вот мне можно позвонить и спросить вот как лучше сделать смотрите на самом деле этот вопрос мы решали и основной фишкой этого центра если можно так выразиться было именно доступность то есть улучшение доступности то есть мы старались чтобы попасть в этот центр задать необходимые вопросы и встретиться непосредственно со специалистом репродуктологом можно было просто поэтому с первых же дней работает в этом медицинском центре колл-центр в который могут позвонить любая мурманчанка из любого населенного пункта мурманской области и бесплатно договориться о консультативном приеме акушера гинеколога репродуктовка да то есть на этом приеме первично акушер гинеколог устанавливает проблемы с репродукцией и уже ну скажем так план лечения мы определяем если же решается вопрос об экстракорпоральном плодотворении тоже в этом центре тоже бесплатно абсолютно без каких-либо припонов дополнительных дополнительных там каких-то направлений квот и так далее там подобное этому все убрали для того чтобы эта помощь была доступна и по времени была быстрой вот такая помощь нашим северянкам ее где-то оценили насколько я знаю что федеральном центре тоже да ваш центр признан получается на самом деле в двадцатом году мы направляли документы на конкурс государственного частного партнерства в здравоохранении и наш мурманский центр эбрилайф мурманск признан победителем конкурса государственного частного партнерства в сфере здравоохранения и в ноябре в двадцатых числах ноября в москве будет награждение награждение представителей этого центра где мы получим диплом и мы на самом деле очень рады нам есть чем похвастаться нам есть что что рассказать за 14 месяцев работы центра было проведено 150 циклов эко эффективность циклов эко составила 42 процента и более 700 мурманчанок получили консультативную помощь врача акушерогинеколога репродуктолога именно с проблемами репродукции вот такой успех он вообще связан обязательно связан конечно же со специалистами которые там работают вы говорите что центр находится на базе вашего перинатального центра это те же специалисты работают которые прошли какую-то переквалификацию возможно или это из санкт-петербурга на самом деле вот при организации этого центра мы не выдумывали велосипед а взяли скажем так лучшие практики наших коллег из санкт-петербурга и москвы центр работает по так называемой транспортной схеме именно в этом его как бы интересная идея то что мурманчанки я говорю именно процедуре экстракорпорального плодотворения едут в москву или в санкт-петербург но в данном в данном случае в санкт-петербург не на 3-4 недели как это было раньше да а всего лишь на 3-5 дней то есть вся вся схема работы этого центра мы построены на том что большую часть времени и большую часть медицинской помощи пациентки получают у нас мурманске то есть подготовка к циклу и ко вступление в цикл и ко первый этап цикла и ко проводится в мурманске то есть пациенткам нашим мурманчанкам не нужно затрачивать финансовые средства на поиск там квартиры в санкт-петербурге и так далее там подобное нет просто здесь в мурманске они получают вот этот вот первый этап лечения а потом на 3-4 дня они отправляются санкт-петербург и поэтому вот это вот финансовая нагрузка вместо трех недель до в санкт-петербурге они проводят в питере всего 35 дней вот и потом после возвращения из санкт-петербурга пост-трансферный пиры так называемый после подсадки эмбриона он тоже проводится в городе мурманске тоже под наблюдением врачей то есть вот такая вот схема она по этой схеме работают многие клиники россии то есть это легитимно и возможно и эффективность этой схемы состоит в том что во первых мы первый и третий этап процедуры и ко проводим под наблюдением врачей в мурманске а самый важный эмбриологический этап когда вот работа с яйцеклетками сперматозоидами происходит он происходит на высококачественном оборудовании эмбриологической лаборатории в центре в санкт-петербурге именно именно поэтому мы получаем вот такие достаточно высокие результативности от 40 до 50 процентов что касается материально-технической базы наверняка вам пришлось что-то переоборудовать какое-то оборудование привести вот расскажите что что есть вообще женщины чем могут воспользоваться может там кабинет и узи аппарат конечно 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 во первых в центре работает три врача это это врач акушер гинеколог репродуктолог врач узи и врач урок вот центр оборудован ультразвуковыми ультразвуковой аппаратуры лабораторная диагностика есть есть процедурный кабинет и дневной стационар то есть принципе весь набор необходимый для проведения этого вида медицинской помощи в центре эмбриолайф мурманске есть эмбриологическая лаборатория она находится в санкт-петербурге как я уже сказал для того чтобы это очень дорогостоящие высококлассное оборудование которое ну скажем так нет смысла перевозить с места на место вот также в центре есть возможности этим пользуются практически каждый день телемедицинских консультаций с репродуктологами из санкт-петербурга то есть если возникает какой-то спорный момент или там течение цикла какое-то нестандартно то есть есть возможность со своими коллегами по взаимодействовать и еще один вид скажем так помощи это выездные консультации специалистов из санкт-петербурга то есть раз в месяц иногда и два раза в месяц приезжают сюда специалисты акушер-гинекологи урологи из санкт-петербурга и проводят консультативный прием тоже бесплатно вот например в в 28 октября будет очередной консультативный прием специалистов санкт-петербурга если говорить про тех женщин которым удалось уже сейчас к вам попасть в ваши чудесные руки сколько женщин в центре если их недостаток какой ли у вас там прям очередь такая нет на самом деле хотел бы сказать что сейчас центр работает ну не на полную мощность почему потому что мне кажется не не все знают о нем то есть ну достаточно низкая информированность населения а а центр может предлагать достаточно большой спектр услуг как консультативной помощи так и непосредственно экстракорпорального плодотворения поэтому мы говорим сегодня с нашим урманчанкам что милости просим обращайтесь в центр это абсолютно бесплатно и и возможно еще такой вопрос интересный у меня для меня до какого возраста можно обращаться за экстракорпоральным плодотворением ну и вообще много ли таких женщин которые там может после 40 хотят на самом деле на самом деле никакими нормативными документами возраст не ограничен то есть решение вопросов репродуктивного потенциала можно и нужно начинать конечно чем раньше тем лучше мы сейчас уже точно мы я говорю врачи ученые говорим что после 35 репродуктивный после 35 лет репродуктивный потенциал женщины он снижается это это данность нашего времени поэтому мы как раз и говорим что если вот женщина после 35 лет не может забеременеть течение полугода то откладывать не нужно каждый год здесь имеет очень большое значение вот а верхней границы не существует пациентки к нам приходит и в 45 и в 48 лет поэтому тут как бы проблем никаких александр валерьевич спасибо большое за беседу надеюсь при помощи нашей программы северянки станут счастливее и смогут иметь много детишек и удачи вам спасибо вам большое мы очень рады помогать нашим нашим северянкам вы смотрели проще говоря на телеканале арктик тв а 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 Продолжение следует...